А накануне в культурно-деловом центре Салихарда прошла торжественная церемония, посвященная сегодняшнему дню работника культуры. Губернатор Дмитрий Артюхов вручил заслуженные награды руководителям домов культуры, школы искусств, художественным руководителям и артистам, которые внесли значительный вклад в развитие своих учреждений, собственных талантов и ямальской культуры в целом. Почетные грамоты главы региона получили и лабутнанские культработники. Среди них Елена Джуоева, замначальника управления культуры, Сергей Сульдин, художественный руководитель централизованной клубной системы, и Ирина Карафа-Карбуд, заведующая библиотекой семейного чтения централизованной библиотечной системы. Эти люди работают, когда мы отдыхаем. Они учат наших детей и открывают таланты. Они знают, как найти подход даже к самому привередливому зрителю. Глава региона ответил на вопросы о развитии домов культуры, оснащении музыкальных школ. Спрашивали и о личных предпочтениях губернатора в области кино и литературы. Дмитрий Артихов рассказал о программе развития библиотек. Они должны превращаться из привычных книгохранилищ в современные образовательные центры. Такие примеры уже имеются на Ямале. Два центра открылись у нас в Муравленко-Кулкинском. Замечательно. Был на открытии, когда в ходе поездки, в этом направлении надо идти. И это за этим направлением мы будем в будущее. Когда туда хочется возвращаться. Это главный результат. В этом году начнется проектирование нового окружного центра национальных культур. С появлением обновленной сцены необходимо повышать планку и артистам. Как отметил Дмитрий Артихов, творческие коллективы должны стремиться выступать на мировом уровне. Два года в регионе действует программа по оснащению школ искусств музыкальными инструментами. Эта работа будет продолжена, заверил глава региона. По музыкальным инструментам тоже работу будем продолжать. Погладили итоги. Порядка полутысячи инструментов за последние годы приобретены. На встречу губернатора вручил федеральные и региональные награды, знаки, подтверждающие звание заслуженной работник культуры Ямала. А также почетные грамоты за многолетний труд и вклад в развитие культуры в округе. В их числе были и лабутанцы. Елена Джиоева, заместитель начальника управления культуры, благодаря ее труду сфера продемонстрировала высокие показатели в развитии культуры в городе. Конечно же оценить деятельность сферы культуры в одном лице невозможно. Это такая разнообразная разноплановая работа, которая направлена на то, чтобы создавать людям праздник, создавать настроение, дарить счастье, радость для каждого в сфере своей деятельности. Полученная награда – это оценка уже проделанной работы, ну и конечно перспективы в развитии в дальнейшем, они у нас все еще впереди. Среди обладателей наград и Сергей Сульдин. На протяжении 20 лет он посвящает себя искусству. Художественный руководитель городского дома культуры, настоящий мастер своего дела. Утром режиссер, а вечером он уже блистает на сцене в роли ведущего или артиста. В памяти останется на всю жизнь такая встреча. Это не просто награждение, это беседа с губернатором, обсуждение каких-то вопросов. То есть не просто вручили грамоту, пригласили тебя поговорить, оказали такую огромную честь. Это бесспорно очень приятно. Почетной грамотой губернатора Ямала удостоена и заведующая библиотека семейного чтения Ирина Карафа-Карбут. Сегодня разлетелись в разные уголки региона и награды «Серебряная Гагара». Традиционно с 2009 года она вручается за добросовестный и безупречный труд. Высокое профессиональное мастерство. В номинации «Дебют» региональную награду получила сотрудница городского краеведческого музея Ингрид Сафронова. Планы у деятелей искусства не менее грандиозные, чем достигнутые результаты. Ямальская земля полна талантами. Значит, у работников сферы культуры впереди еще много работы. Зажигать звезды, собирать награды и удивлять благодарную публику. Дарья Самородова, Николай Снегир, программа «Время местное». Дарья Самородова, Николай Снегир, программа «Время местное».